Все медицинские учреждения Республики продолжают бороться с пневмонией. Врачи столичной больницы номер 7 борьбу с недугом начали одними из первых. Как сейчас справляются медперсоналы, чем оснащены отделения, узнавала Надежда Стопущенко. Мы попадаем в приемное отделение, диагностическое отделение. После осмотра дежурным врачом пациент попадает в рентген-кабинет. Он здесь мобильный. Снимки делают не только в кабинете, но и в палатах тяжелобольных. Именно с помощью этой аппаратуры врачи сразу определяют степень заболевания. Попадаем в диагностические койки пульмонологического отделения, где больные получают лечение и происходит диагностика инфекционного заболевания. Диагностируем ковид. После того, как диагноз установлен, больных распределяют дальше. Инфицированных новым вирусом отправляют в четвертую больницу. А вот тяжелобольных пневмонией в реанимацию. Отделение оборудовано всей необходимой аппаратурой. В достатке не только жизненно необходимые ИВЛ. Небулайзеры, которые проводят ингаляцию пациентов, инфузоматы, кардиомониторы, тонометры, пульсоксиметры. Все это необходимое оборудование используется каждый день для измерения параметров. Под наблюдением медиков можно сказать, каждый вздох пациентов следят за давлением, пульсом, температурой, также показателями крови. Больных пневмонией в менее тяжелом состоянии лечат здесь, в пульмонологическом отделении. Тогда поступало по 50-60 человек. Мы здесь были до 11, до 12 ночи. Все врачи наши прошли курсы. Значит, то есть мы знаем, как лечить правильно. Пациенты, работа и врачи довольны и, конечно же, благодарны за нелегкий труд. Очень хороший уход, в беседе, заботливый подход. То есть я доволен, честно говоря. Следующее отделение, через которое проходит пациент из пневмонии, физиотерапевтическое. Здесь находятся люди, которые идут на поправку. Для того, чтобы окончательно выздороветь, им приходится посещать различные процедуры и выполнять особую дыхательную гимнастику. Выдох, вдох. В каждой палате размещены и рекомендации к упражнениям. Вдох обязательно делаем через нос, а выдох через рот. Губы сложены трубочкой. И выдох немного длиннее вдоха. В отделении проводят и такие процедуры, как электрофорез, магнитотерапию, массаж и ингаляцию с лекарственными препаратами. Улучшает кровообращение в легких, поднимается мокрота при лечении ингаляции. И больному становится легче дышать. Отделения, в которых лечат больных пневмонии, изолированы. Попасть сюда можно только таким путем. На территории медучреждения есть и кислородная станция. Сейчас проводится работа по усилению ее мощностей. Недавно были приобретены два криоцилиндра. Это позволит увеличить обеспечение кислорода. Надежда Остапоченко, Алексей Демьяренко, ВЕСТИ, Луганск, 24. Продолжение следует...